Лучшим поэтам по Волжье вручили премию имени Благова. Награда была учреждена в 2012 году. В 2017 она приобрела статус межрегиональный. Главная цель премии – развить литературное творчество в регионах Приволжского федерального округа и продвигать талантливых поэтов. Премию ежегодно вручает губернатор Сергей Морозов в присутствии всей литературной элиты региона – писателей, поэтов, членов Совета по продвижению чтения. В первую очередь глава региона рассказал о приоритетах работы на предстоящий год. «Наша область носит почетное звание территории книги и чтения. Это не только признание наших особых заслуг и достижений, но и результат многолетних усилий по продвижению региональной культуры, укреплению культурных традиций, духовных и национальных ценностей. Кроме того, это звание налагает на нас и особую ответственность системно заниматься продвижением чтения и книгоиздания». В этом году в номинации «Земляки Благова» сертификат лауреата в размере 150 тысяч рублей и нагрудный знак губернатор вручил Димитровградскому поэту Александре Беловой за сборник стихотворений «Навсегда мне Россия дана». В номинации «Волжская пристань» отмечен поэт из Перми Анатолий Гребнев за сборник избранных стихотворений и поэм «Сильнее и жизни и смерти». Он также получил сертификат в 150 тысяч рублей. «Облаговый я давно, он на слуху, один из лучших деревенщиков поэтов. У меня поэмы, там и Волга и так далее. Я его очень люблю и ценю. До сих пор иногда возьмешь, перечитываешь «Поклонная гора» за книгу, которую ему дали государственную премию. Прекрасный поэт. Все его земля очень богатая поэтами и прозаиками». Сертификат лауреата в 100 тысяч рублей в номинации «Верность традиции» вручили поэту из Пензы Екатерине Огаревой. «Конечно, для большинства волжских авторов Николая Благов – это большая величина, это могучий поэт. И, конечно, каждый, кто пишет в этом регионе, он испытывает на себе его влияние, чувствует даже, может быть, какую-то его поэтическую поддержку, вдохновляется его творчеством». Также подвели итоги реализации программы книгоиздания. Так, в 2019 году областными и муниципальными учреждениями культуры было издано 68 книг, общим тиражом почти 18 тысяч экземпляров. «Что хочется отметить? Это, конечно, издание, посвященное 150-летию Владимира Ильича Ленина. Вышел большой красивый альбом «Владимир Ильич Ленин», документы, не изданные ранее. То есть, этот альбом будет интересен всем, потому что там внутри есть те документы, которые раньше никто не видел. Есть совершенно замечательное, уникальное, научно-популярное издание Ивана Сивопляса, «Симбирское время Ленина». Это про то время, когда здесь жила семья Ульяновых. В 2020 году на программу книгоиздания за счет средств областного бюджета запланировано финансирование в размере 4 миллионов рублей. На эти средства планируется выпустить 10 книг. Среди них – книга памяти, письма, опаленные войной, треугольники судьбы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ